Бывший лидер пророссийских сил Донецка Павел Губарев достаточно откровенно рассказал, как в Донецке в 2014 году создавалась так называемая Народная Республика. По его словам, изначально ДНР создавалась на деньги регионалов из окружения Януковича, которых контролировала при этом Россия, а бывший главарь ДНР Александр Захарченко вообще был выходцем из криминальных кругов и ставленником бандитов. Также Губарев заявил, что всех лидеров ДНР не выбирали жители Донбасса, как об этом, помните, рассказывала российская пропаганда, а назначал Владислав Сурков из Москвы. При этом Губарев пожаловался, что его самого, ну то есть Павла Губарева, Сурков отказался назначать главой ДНР, и за это Губарев на Суркова до сих пор обижен. На Донбассе, повторюсь, за якориться мне не удалось, меня оттуда твой друг Владислав Юрьевич, значит, выкорчевал. Наш друг. Наш общий друг Владислав Юрьевич Сурков не дал, да, он, в принципе, такой по своему стилю, он любил более простых людей, вот, а мне в лицо он говорил фразой, «Павел, я вас не чувствую». В очередной раз видим, как сами же сторонники России откровенно признают, что никакой независимой самостоятельной Донецкой республики, которая там была создана какими-то жителями Донбасса, на самом деле никогда не существовало. Воля жителей Донбасса, их желания вообще никого не интересовали, и изначально это образование создавалось из Москвы и контролировалось Россией. Именно Россия все решала. В общем, все, как я и говорил, и писал с 2014 года, вот теперь они сами, а это все подтверждают. Кроме того, Павел Губарев рассказал смешную историю о том, как Владислав Сурков даже редактировал его мемуары, то есть его книжку «Факел Новороссии», которую он писал о событиях 2014 года, Сурков редактировал и потребовал убрать оттуда упоминания о том, что бывший главарь ДНР Александр Захарченко был бандитом. Кстати, Сурков одну фразу попросил убрать из книжки. Какую? Это момент моего знакомства, собственно, с Захарченко. Александр Захарченко и Александр Тимофеев – это два таких парня, которые там с местными нашими политиками из партии регионов, а в частности Александр Михайлович Бобков такой есть в Донецке. Не знаю, где он сейчас, что с ним, то есть не владею информацией. Они занимались тем, что возили на антимайдан так называемых тетушек. С момента начала войны на Донбассе прошло почти 10 лет. И, как видим, теперь уже россияне совершенно не стесняются ничего и рассказывают нам правду о том, как все тогда на самом деле было. Если тогда они, помните, рассказывали, что все это за идею, что какие-то герои Новороссии там восстали, значит, за Россию, теперь прямым текстом уже рассказывают, что тот же Захарченко – это не какой-то там герой Новороссии, а просто обыкновенный тетушка, ну, какой-то главтетушка, да, начальник над другими тетушками, который просто за деньги этих тетушек возил на проплаченные митинги на антимайдан. Александр Захарченко и Александр Тимофеев поставляли тетушек, вот это, в принципе, все было за деньги. Ой, а раньше говорили, что все это было за идею, исключительно потому, что люди России очень любили, а теперь окажется, что все было за деньги. И вот Янукович сбежал, и мы начинаем знакомиться друг с другом, то есть лидеры каких-то небольших групп, и мы встречаемся с Захарченко. Захарченко приехал на своем новеньком Туареге тетушечном, который вот прям новенький, вот прям там еще даже пленочки не содрал, который заработал, наверное, на тетушках, и мы знакомимся. То есть я ему протягиваю руку и говорю, Павел предприниматель, он Саша бандит. И вот эту вот сцену Сурков попросил убрать из книги. Ну просто лучшие люди Донбасса пришли к власти в Народной Республике. Не то, что там какие-то фашисты в Киеве, посмотрите, просто цвет нации, элита. И 10 лет российская пропаганда рассказывала нам, что все эти люди, они такие идейные, они такие честные, они встали по зову сердца за Донбасс, они встали за Россию. Теперь они нам уже прямым текстом говорят, что это все были какие-то бандиты, тетушки, которые преследовали просто цель захватить Донбасс, его там грабить, пилить на металл какие-то заводы и шахты. А деньги им давали сбежавшие из Киева воры, вот эти регионалы, на которых пробу негде ставить, которые тут все награбили, а потом схватили там мешки и сбежали в Россию. Ну и была часть элит, вот эта, которая рассыпалась, Донецкий клан, так называемый, Януковичи, Вонюченко и компания, и все Арбузовы, там Курченко и остальные, они были в Москве, и они поддерживали, они поддерживали, они заряжали за Харченко, там они, по сути батальон оплот, это как бы их... В общем, хваленая русская весна, которую тогда выдавали за такой искренний народный порыв жителей Донбасса, по признанию самих же российских патриотов, на самом деле была просто проплаченной, купленной движухой, купленной за деньги регионалов, которые преследовали вообще какие-то свои корыстные интересы, и никакой идеологии там на самом деле и не пахло. Вот все это я достаточно подробно описывал в своей книге «Як Украина втрачала Донбасс», и мы видим, и на самом деле это классно и важно для меня, что даже участники тех событий, о которых я тут пишу, тот же Павел Губарев, они сейчас подтверждают все это, подтверждают все, что я об этом писал с самого начала. Поэтому, если хотите знать во всех подробностях, как это было, книгу можно заказать по ссылке в описании к этому ролику, и новая почта ее доставит во все города и поселки Украины, где есть новая почта. И вот теперь Павел Губарев, да, который сам лично помогал тогда всем вот этим ворам, да, захватить Донбасс и превратить его в криминальную резервацию, теперь он удивляется, как же так получилось, что вместо Народной Республики образовалась какая-то клоака. Ну какая там политика, ну о чем? Я смотрю, кто там на выборах победил, и мне просто вот между блевотнёй и слезами просто смотрю, просто какие люди, откуда они повылазили все, боже мой, непонятно, что это люди, каким они образом туда попали. Действительно, как же они туда попали? Сначала ты помогал всякому отребью, которая возила тетушек на Майдан захватить Донбасс, а теперь ты не можешь понять, как же так вышло, что Донбасс захватила отребье. Удиваешь Донецкая Народная Республика? Да нет, конечно. Ну да, она не была никогда Народная Республика. Это был олигархический протекторат. Вот, то есть там некоторые там, скажем так, чиновники российские курировали, и курировали с целью личного обогащения, то есть банально грабили. О какой там республике? Там нельзя говорить ни о Народной, ни о республике. Погоди, но ты же сам звал людей на баррикады, рассказывая, что придет Россия, настанет процветание. Донбасс перестанет кормить всю Украину и заживет. А теперь говоришь, что, оказывается, никакой Народной Республики никогда не было, а россияне Донбасс все это время банально грабили. Так это что, ты раньше все врал, получается? Ну, смешно. Ну и напоследок раздосадованный Паша Губарев спрогнозировал, что режим Путина однажды развалится за несколько дней, подобно тому, как в 2014 году развалился режим Януковича. Ладно, Донецкий рассыпался буквально в неделю. Да, за неделю рассыпался. Буквально в неделю. Я помню, как... Властный, у которого была власть, они держали. То есть президентская власть. Вся вертикаль президентская, там вот менты, вся вот структура. Просто не очень хорошо помню. Просыпался за неделю. Идейных оснований у государства Российской Федерации нет. Оно... Это государство создано воровством. Это государство создано на приватизации советского наследия. Поэтому оно рассыпется вот так, как карточный домик. Вот. Что-то произойдет, вот нечто такое. И события будут нарастать, вот как снежный ком. И уже там в считанные дни, в считанные дни полиция, ФСБ, администрация президента, все вот эти структуры, которые, в принципе, ну, я их очень низко оцениваю. Там их он из бушники и в хвост, и в гриву. Оно рухнет и не смогут они управлять. То есть такая динамика будет у процесса, что они не смогут управлять. Человек, который в 2014 году врал своим сторонникам про великую Россию, которая придет и наведет порядок, принесет процветание, теперь открытым текстом говорит о том, что Россия это воровское, такое трухлявое, прогнившее государство, которое само по себе развалится, как карточный домик. Подожди так, а где же величие тогда, про которое ты всем втирал? Ты ж звал людей на баррикады, на войну, призывал отделяться от Украины, кричал, что все это за идею. Теперь выясняется, что все это, оказывается, было не за идею, а за каких-то тетушек, за бандитов, за деньги Януковича. А Донбасс в итоге, вместо процветания, получил только какую-то разруху. Донбасс в итоге все просто разграбили, все попользовали, как хотели, все справились. И получается, что абсолютно все реализовалось так, произошло, как мы предупреждали, как мы в Украине говорили с самого начала. То есть все вот эти люди, которые кричали, что они там за идею, за антифашизм, воюют, восстали, они на самом деле все это время воевали за интересы Суркова, Курченко, Захарченко, каких-то тетушек, бандитов. То есть все это привело к разграблению Донбасса. И смотрите, это не мои слова, не мои выдумки, не украинская пропаганда. Это рассказывают сами непосредственные участники тех событий, люди, которые все это начинали, которые все это устроили. Теперь прошло 10 лет, и они открыто признаются ха-ха. Да это все был просто бандитизм, не за идею, а тупо за бабки, чтобы Донбасс просто разграбить, и чтобы как бы там на этом, на всем навариться. Сами признают, вы все это видите, вы все это слышите своими глазами. Вот когда вам кто-то будет еще рассказывать про какой-то русский мир, про украинских фашистов и так далее, просто берите вот это видео, можете вырезать эти фрагменты Паши Губарева и отсылайте, показывайте тому, кто вам будет рассказывать про русскую весну, которая была за идею там про какой-то восставший Донбасс. Просто показывайте их же слова, не надо даже мои слова приводить, показывайте их самих, и все. И я не знаю, что здесь еще нужно доводить, какие доводы нужно показывать, высказывать, тут все понятно и очевидно. Распространяйте видео, оставьте комментарий или лайк, чтобы видео набрало больше просмотров, получило больше охват, и обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно.